Наша экскурсия, она больше общеобразовательная. Многие люди даже не знают, что такое женьшень, многие знают, но не видели его в природе, как он растет, только в сухом виде, либо где-то в тех же азиатских странах. У нас можно увидеть все в природе. Возможно, в будущем мы сделаем услугу. Человек может непосредственно в оранжереи выкопать сам, либо прополоть женьшень, либо его выкопать. То есть процесс этот небыстрый. Будем думать, как это все организовать. Лазовский муниципальный округ. Административный центр – село Лазо, расположенное в 324 километрах к востоку от Владивостока. На территории округа расположены золотоносные минеральные источники, а также добывается олово. В селе Чистоводное расположена водолечебница, где лечат болезни кожи и сердечно-сосудистой системы. Также развивается агротуризм. Например, в 2018 году открыто фермерское хозяйство «Земледар». Здесь возрождают выращивание женьшенья в Приморском крае. Производят продукцию на его основе. Только в 2021 году было высажено более 50 тысяч семян женьшенья. Мы находимся непосредственно на туристическом маршруте «Женьшеньевая тропа». Каждый год мы высеиваем под пологом леса тысячи семян. Можете увидеть культивируемый женьшень. Ему несколько лет. В природе женьшень растет в диком состоянии. На нашей территории мы его культивируем. То есть мы выращиваем его искусственно. Создаем ему условия, близкие к природным, к реальным условиям. У женьшеня, который растет в оранжереях и на плантациях, у него более благоприятные условия. То есть ему хорошо расти у нас. То есть у него не экстремальные условия для выращивания. Он редко болеет. А редко болеет. То есть получается, что это растение может и болеть? Да. В женьшене у него такое свойство есть, что это удивительное вообще растение. Он отличается тем, что он может засыпать от одного года до ста лет. То есть он может вылезти из земли в какой-то период, порадовать наши глаза, а потом уснуть на несколько лет. В дикой природе это происходит и до ста лет. Например, в этом году у нас схожесть не очень хорошая. Надеемся, на следующий год будет лучше. Но в целом мы можем увидеть в оранжереях очень много семян, которые мы посеяли в прошлом году. То есть они все взошли. Когда дневная рутинная работа, которая такая, как прополки, мы выполняем на данный момент все своими руками. Так как женьшень это очень ценное растение, пока не можем передоверить это все. Но в последующем будем обучать практикантов, чтобы нам помогали. Кого-то будем брать на работу, на постоянное, у кого будет желание связать свою жизнь с растеневодством. Женьшень, который у нас растет на третьем году жизни, уже можно использовать в какой-либо продукции. На данный момент мы производим женьшень, используем его в троевых сборах в виде листа, в какой-то части корень используем. Также продаем его в виде саженцев, которые люди могут выращивать у себя дома, как на плантации тоже на своей домашней, либо в горшке, как обычное декоративное растение. Также планируем в ближайшее время предлагать женьшене в фармакологии, то есть использовать его для лекарств. И также уже начали сотрудничать по женьшеню в сфере кулинарии. Это ближе уже к азиатской кухне. То есть в Владивостоке в скором времени можно попробовать будет блюдо на основе женьшеня. Я вот знаю, что у вас есть травяные сборы и далеко не одни. Можешь поподробнее рассказать, в чем их особенность? Все травяные сборы, которые мы производим, мы делаем все своими руками. У нас есть небольшой цех. Все травяные сборы, они на основе иван-чая. И все остальные травы мы что-то выращиваем сами, что-то собираем в лесу. То есть у нас экологически чистый продукт, без каких-либо химических удобрений. То есть он полезен для здоровья, для иммунитета. То есть мы сами все это пьем, угощаем друзей и родственников. Ну я сегодня еще раз начальнику района позвоню. И вон там еще, где мы будем делать пожарные сооружения. А эта емкость не идет, которая существует? Нет, мы ее демонтировали, потому что она была уже в таком ветхом состоянии. А какие емкости? Две по 50? Да, я не помню. Точно кубатура около 40 тонн, наверное, есть две емкости. Там две. Да, там около сотни должно быть. Да, там около того. И она сюда ближе будет к забору, не на месте той уже емкости. А по благоустройству она не будет мешать? Ну, она сверху, потом на ней дорога уже будет, мне кажется. Уже когда мы ее зароем под землю. А обваловки не будет? Нет, она под землю уходит полностью. Она на 6 метров глубина. Сверху просто крышка люка будет. Ну хорошо. За свой пиво. Большое внимание в Лазовском округе уделяется системе здравоохранения. Так, в следующем году появится новая поликлиника для детей и взрослых. А центральная районная больница получит санитарный транспорт и современное медицинское оборудование. В селах муниципалитет отремонтируют фельдшерско-акушерские пункты. Параллельно идет работа по благоустройству территорий. Лазовский округ участвует в большинстве краевых и федеральных программ. Юрий Анатольевич, а что за объект, на котором мы находимся? Какие работы здесь ведутся? Мы находимся в селе Лазо. Это объект строительства поликлиники по национальному проекту здравоохранения. Это долгожданный наш объект для всех жителей округа. И я так думаю, что он будет привлекать молодых специалистов. И у нас не будет дефицита кадров медицинских работников. Планируется поликлиника современная, с оборудованием, укомплектованная. Поэтому у нас большие надежды. Как решили принять участие в программе? Это по программе Министерства здравоохранения Приморского края. С губернатором приняли решение и дали отмашку для строительства в селе Лазо этой поликлиники. А сейчас есть какая-то поликлиника или больница? Да, поликлиника есть, которая требует капитального ремонта. И, соответственно, там недостаточно помещений для полноценной работы поликлиники. И у нас вот мы видим здание стационара, там расположена скорая, тоже требует капитального ремонта. Поэтому этот объект мы все ждем и ждем, что он будет работать в полную силу и все жители будут довольны. А насколько вообще было необходимо, чтобы больница здесь появилась? У нас проблема с медицинскими кадрами, у нас проблема с помещениями, я уже сказал. Большая потребность. У нас средний возраст, достаточно серьезное у населения. Поэтому всем требуется внимание медиков и, конечно же, постоянная медицинская помощь. Поэтому и принято такое решение, чтобы именно у нас эта поликлиника появилась. Так, что у нас с новым хирургом? Приступил к работе? Он, да, приступил сегодня к работе. Сегодня пол пятого, 4.30 должен к нам подойти. Я номер телефона ему скину. Можете с ним подойти. И по мне тоже можно будет там помочь? Все, мы все вопросы обсудим. Мне интереснее было, знаешь, какой вопрос? Вот этот автобус, который ходит к нам, преображение открылся. Нас не совсем устраивает, что он уходит оттуда в 2 часа. А я главному врачу говорил, надо посмотреть. И с Чичигай, Чичена-Оловной, мы говорили, надо свои предложения внести. Если нужно передвинуть расписание, часиков на 15 может, чтобы люди успели и медкомиссию пройти, получить документы, чтобы вот это время как раз мы занимали. Это все в наших руках. Вы конкретно скажите, во сколько, как нужно сделать. И мы это все делаем с руководителем, посмотрим и поменяем. Какие работы здесь проходят сегодня? Сегодня мы ремонтируем наши тротуары в селе Лазо. Компания буквально зашла, третий день работает. И уже показала неплохие результаты. Надеемся, что объект будет дан раньше срока и с хорошим качеством. А по какой программе это проходит? Это по местному бюджету. Мы взыскали деньги и смогли заняться этой работой. Тротуары были у нас в плачевном состоянии. Поэтому благоустраиваемся. А жители как-то обращались, просили благоустройство? Конечно, это было много обращений. Это в основном по инициативе граждан все делается. Поэтому мы и стараемся идти именно таким путем. А насколько комфортно вам работается под руководством нашего губернатора? У нас есть контакт, мы всегда на связи. Если какие-то есть вопросы, мы всегда максимально быстро стараемся это все решить. Мы не один год с ним проработали. Поэтому есть понимание, есть и отношения, которые именно направлены на улучшение жизни всех жителей нашего округа. Мы сегодня находимся на замечательном месте Лазовского района. Это мораловая ферма. Здесь обитают олени. Олени моралы, завезенные с республики Алтай в 2016 году. Их можно понаблюдать, покормить, погладить, посмотреть. А чем это место уникально, помимо того, что здесь просто обитают олени? Это место уникально. Во-первых, тут очень красивая природа. Здесь по соседству у нас находится Лазовский заповедник. Чистый воздух. Ну и вообще, в принципе, в Приморском крае, наверное, одна такая ферма оленя, где можно контактировать с животными настолько близко и безопасно. А я знаю, что помимо того, что здесь можно контактировать с оленями, вы еще, получается, срезаете рога, верно? Процедура происходит раз в год. Естественно, понтачи выращивают нам понты, и мы их ежегодно срезаем на то, чтобы делать. Пока что настойки мы делаем целебные. В перспективах на следующий год у нас отложилось, к сожалению, в этом году мы не поставим. В следующем году мы уже будем запускать понтовые ванны, такую процедуру, которую могут принять и жители, и гости края нашего. А насколько этот процесс безопасен для самих животных? Для животного процесс абсолютно безопасен, безболезненный. Ну, единственное, что это, конечно же, паника и стресс, потому что зажимают, когда закрываем им глаза обычно, чтобы они не видели, что происходит вокруг, и они уже себя ведут спокойно. То есть это не больно, но паника. А что будет, если не делать этого? Как-то сами не отпадают или как-то происходит? Период роста понтов идет 80-85 дней. Если через это время ты не срежешь эти панты, начнется процесс окостенения. То есть буквально за 2,5 месяца эти понты превращаться в кости, окостенеют, шкурка слезет, и это будет обычный рог уже. И эти рога, они уже сами самостоятельно сбросят на следующий год, в феврале, где-то в марте месяце, и опять у них начнут отрастать новые понты. То есть этот процесс ежегодный, каждый год новые понты. А что еще можно делать помимо настоек из понтов? Панты используют и в медицине, и в косметике. То есть вообще понты, спектр применения этих понтов, это очень обширный и большой. Единственное, что, конечно, на Дальнем Востоке немножко с этим сложновато. То есть нет никаких фабрик, заводов, куда бы это можно было сдать сырье. Поэтому мы вот пока своими силами настаиваем. Ну и уже говорил, что откроем понтовые ванны. То есть это очень целебное мероприятие, то есть полезное для людей. Потому что понты в себе содержат очень много микро-макроэлементов, очень много витаминов, то есть очень полезное сырье. А участвуете ли вы в каких-либо программах или субсидиях? Да, мы постоянно вообще подаем заявки, постоянно бывает, что проходим. Мы вот буквально в прошлом году подавались по туризму, то есть по программе, благоустраиваем территорию сейчас. В этом году подали заявку вот как раз на понтовые ванны. Надеемся, что государство нам поможет, ну и нам будет попроще запуститься и работать уже в следующем году. С 2015 года в Лазовском округе работает мораловодческая ферма «Заповедная долина». Парк площадью более 45 гектаров позволяет содержать стадо оленей в естественных условиях обитания. Здесь есть алтайские моралы и пятнистые олени. Их можно погладить и покормить из рук. Моралов содержат на свободном выгуле в условиях, максимально приближенных к естественным. А на ферме занимаются пантовым оленеводством, которое не подразумевает использование животных для мяса. На сегодняшний день мы подходим опять к 300 головам, потому что у нас было 300 голов, но у нас случилось наводнение и у нас часть животных, конечно же, выпала из хозяйства. Первое поголовье мы завелезли в 2016 году. Год они прожили у нас, они акклиматизировались. То есть мы посмотрели, что все хорошо. И в 2017 году мы еще докупали поголовье. И после этого больше мы уже не покупали. То есть все поголовье уже здесь у нас местное, приморское. То есть они плодятся. А туристическое, можно сказать, начали тоже где-то, наверное, с 2016-2017 года, когда люди заезжали просто ради интереса. То есть посмотреть, что здесь, что за морала. И мы уже потом приняли решение, что можно сделать организованный туризм. И поэтому работаем уже седьмой год. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова